привет подписчики моего канала и все кто смотрит видео канал и не забыл просто нет возможности загрузить видео интернет у нас спутника очень дорогой 100 баксов стоит 1 гигабайт поэтому видео не вариант загружать сейчас я нахожусь на танке и у нас есть дизель генераторы я покажу и расскажу как правильно его запускать и как брать генератор в параллельную работу другим генератором перед запуском дизель генератора и не только его нужно убедиться что механизм готов к пуску на компьютере аларм мониторинг системы мы смотрим мы смотрим чтобы на двигателе не было активных сигнализации или ошибок смотрим чтобы было давление охлаждающей воды температура охлаждающей воды была в норме работа маслопрокачивающий насос был открыт пусковой воздух давление топлива чтобы было в норме также температура топлива чтобы соответствовало результатам анализа полученных из лаборатории сейчас мы будем запускать дороге генератор у нас нет активных алармов все показания в норме следующее что мы делаем не переводим управление дизель-генератора на ручной режим рукоять generator control переводим из авто мы не умут то есть переводим в ручной режиме это видно по индикации на панель здесь все теперь не умеет генератор смотрим что был уровень масла в лимите в носовом и кормовом подшипниках генератора уровень скажите за того что судно сейчас качает это кормовой подшипниках генератора также смотрим поддон под маховиком между двигателем и генератором чтобы было все суто чтобы не было масла или воды просто визуально осматриваем двигатель на наличие каких-либо протечек обязательно проверяем уровень масла в двигателе масло сейчас свежее отработал на чуть больше ста часов так как мы перебирали полностью этот двигатель и оно сейчас еще светло неделя пройдет и оно уже будет уровень масла в порядке рассматриваем дальше так же смотрим чтобы на подвесных насосах не было протечек под масляным холодильником все нормально давление топлива в норме температура топлива в норме протечек из-под лечков картера на двигателе нет это регулятор оборотов двигателя обязательно смотрим чтобы в регуляторе было масло под самим регулятором чтобы было сухо осматриваем чтобы под крышками клапанов так же не было протечек масла под турбины тоже самое теперь нам нужно провернуть дизельгенератор на воздухе чтобы это сделать нужно перевести на местной панели управления положение из ремонта блоков то есть дистанционного на местную затем открываем все индикаторные клапана на каждом цели на воздухе двигатель проворачивается для того чтобы биться в исправном состоянии двигателя например если в цилиндре будет вода то будет гидроудар и двигатель нужно будет перебирать на данном двигателе четыре клапана на цилиндрах два вкусных два выхлопных выхлопные седла охлаждаются водой втулка в сумке охлаждается водой цилиндровая втулка охлаждается водой например если седло потечет естественно вода попадает цилиндр если его не продуть то будет гидроудар так как управление у нас то мы можем проворачивать и продувать цилиндры нажимаем старт затем стоп долго держать и маслать не нужно достаточно продуть каждый цилиндр и на этом закончить то есть шесть раз пшикнуло и хватит убедили что цилиндр продут и замечаний нет теперь закрываем индикаторные клапаны индикаторные закрыли и теперь с этого же поста мы запускаем двигатель нажимаем кнопку старт двигатель запустился видим что обороты двигателя 720 оборотов оборотов обороты турбины почти десять тысяч на местной панели просматриваем показания работающего двигателя на всех движках есть такие панели если ее нет то просматриваем температуру и давление на местных манометрах и термометрах но у нас к сожалению местных практически нет все на электронном табло что я считаю не есть хорошо есть а но либо либо Посмотрели параметры работающего двигателя, снова делаем визуальный осмотр двигателя на наличие каких-либо протечек. Продолжение следует... Протечек нет, все в норме. Переводим управление в положение ремоут и идем в цепу. Продолжение следует... Смотрим, что все параметры на дизель-генераторе в норме, нет никаких сигнализаций. Немного прогреваем двигатель. Если температура масса более 60 градусов, то уже можно брать генератор в параллельную работу. Это параметры третий дизель-генератора. Он сейчас нагружен на 640 кВт. Мы его сейчас возьмем в параллельную работу со вторым генератором. И они оба будут нагружены по 320 кВт. Двигатель достаточно прогрет. Можем брать его в параллель с тройкой. Переводим в положение авто и затем нажимаем старт. Сейчас происходит автоматическая синхронизация генераторов. Все. Второй и третий генератор работают в параллели. Сейчас распределится нагрузка. И на втором и на третьем она будет одинаковая. Видим, что на третьем постепенно уменьшается нагрузка. Сейчас минута две и все устаканится. Мой друг электромеханик делал видео. Он рассказывал и показывал теоретическую часть, что в этот момент происходит. Если кому интересно, видео называется обзор ЦПУ. Кстати, на этом же судне он это делал. Заходите, смотрите. Вот так происходит запуск дизель-генератора. И так мы его берем под нагрузку. В параллельную работу с другим генератором. Обычно генераторы грузят на 75-80% от их мощности. Например, этим мощностью по 1000 кВт. Они спокойно работают по 700-750 кВт. Давайте сразу покажу, как осталось. Останавливается в автоматическом режиме. Нажимаем кнопку Стоп. Нагрузка постепенно переходит на третий генератор. Затем двойка автоматически снимается с шин. И снова начинает работать один генератор. Через 5 минут двигатель остановится сам. Это своего рода турботаймер, как на машинах. Сейчас лезть в автоматику не будем. Видео не про автоматику. На каждом дизель-генераторе есть защиты. Если сработает какая-либо из этих защит, то дизель-генератор остановится. Не имеет значения. Под нагрузкой он или просто на холостых работают. Произойдет блэкаут. Или как в русских экипажах говорят, тёмно. Есть три защиты по дизель-генераторам. Первая защита – это низкое давление масла. Вторая защита – высокая температура охлаждающей воды. И третья защита – это оверспид. Когда двигатель превышает обороты от номинальных свыше 15-20%. На всех движках по-разному, но здесь 20%. Это я показал, как нужно запускать дверь. Точнее, как правильно его запускать. Но, как показывает практика, и нынешнее поколение моряков этого не делают. Да, у нас автоматика первого класса. Если что случится, то автоматически запустится двигатель, который стоит в стендбай. То есть, который постоянно готов к запуску и к работе. Вот, например, первый стоит у нас в стендбайе. Если сейчас запустить, к примеру, балластный насос, который потребляет 200 кВт при запуске, ещё больше, то автоматически запустится первый дизель-генератор, так как он стоит в первом стендбайе. К чему я это всё? Нынешнее поколение моряков, к сожалению, не продувают цилиндры, а просто из ЦПУ запускают двигатель, и всё. Сейчас я покажу, как это происходит. Если не продувать цилиндры, то просто-напросто можно нажить себе геморрой на день, а то и на два. Есть такие книжки, как ПТЭ, правила технической эксплуатации. В них всё подробно написано и рассказано, что, зачем и почему делать. К сожалению, их сейчас уже никто не читает. Вот как запускают двигатель сейчас. Пришёл, повернул ручку в менюл режим, и просто рукоятью запуска двигателя запустил его. Всё, двигатель работает. Нажал кнопку старт, двигатель взялся в параллель, и всё готово. Бывают разные ситуации, когда двигатель нужно срочно запустить, тогда можно так запускать. Но если нет критической ситуации, то запускать нужно так, как я показал. Дабы избежать дальнейших поломок, не дай бог, моторист или вайпер протирает протечку масла под маховиком, его просто-напросто убьёт, и всё. Поэтому будьте внимательны. В аварийных ситуациях двигатель можно запустить ещё так. Если рукоять стоит в положении авто, вы просто нажимаете кнопку старт на панели, и сразу же запускается, и без прогрева берётся в параллель с другим генератором. Так он запускается только в критических ситуациях. На этом всё. Думаю, понятно, как правильно запускать дизельный генератор. Подписывайтесь на канал, делитесь видео. Постепенно буду загружать видео на канал. Всем спокойной работы. Берегите себя и своих товарищей. Делайте всё с умом. Всем удачи и пока. Это аварийный запуск дизельный генератор. Если судно полностью обесточено, то двигатель запускается так. Взять и вставлять этот пусковой пин в отверстие с алиноидом на пусковом старту. Все, двигатель запустился, затем идёте в цепочку, берёте генератор на шву. Раз в месяц мы допускаем двигатель с алиноидом на пусковом.